здравствуйте дорогие друзья сейчас я нахожусь в торговом центре я решил записать такое вот простое разговорное видео как если бы мы с вами гуляли по торговому центру и где-нибудь в кафе общались если вам понравится такой формат видеозаписи напишите мне внизу в комментариях мы обязательно с вами соответственно обсудим все моменты где как мне лучше снимать какой песочек вам наиболее понравился и конечно же я вас жду соответственно ваши вопросы в комментариях потому что сегодня мы будем отвечать и на них дорогие друзья так что подписывайтесь на канал кто не подписан и пишите ваши комментарии а мы начинаем здравствуйте сергей у меня такая ситуация когда мама мне звонит по телефону она мне часто жалуется в разговоре на мою племянницу на ее внучку ей 15 лет в том что моя племянница очень много врет и ее ловит на этом вранье и моя мама беспокоится то что моя племянница общается с девочкой которая 18 лет и у нее уже есть ребенок которому два года и мама беспокоиться о том что эта девочка может научить ее внучку плохому и мама как бы мне намекает чтобы я ее поддержал в этом вопросе в ее взглядах как мне относиться к этому и что мне сказать маме какую дать ей обратную реакцию очень просто на самом деле здесь все соответственно ситуация какая здесь идет суть перекладывания ответственности да то есть перекладывается с получается твои сестры перекладывается ответственность на твою маму мамин мама пытается приложить ответственность на тебя и это такая игра до бесконечности получается, то, соответственно, кому что переложат вот этот вот груз, так скажем, вот этих неприятностей с ребенком, которые происходят. Но печальнее здесь то, что на самом деле в большинстве таких ситуаций никто ничего не планирует делать. Все только будут рассуждать о том, что ой-ой-ой и ай-ай-ай, как плохо. Но здесь есть, надо осознавать такая ловушка, это надо прямо, если в это ввязываться, осознавать очень четко и структурно, что если мы начинаем такому ребенку помогать, этот ребенок все равно не является частью нашей семьи. Этот ребенок – часть семьи, в данном случае сестры, насколько я понимаю. И получается, мы таким образом вмешиваемся в чужую семью. И сразу это конфликтная ситуация, в которой мы изначально не правы, потому что это не есть грудь и не есть хорошо вообще в чью-то семью влезать, как-то людям диктовать, как им жить. Я думаю, что никому от этого комфортно не будет, даже если мы будем правы. Ну, если бы такая практика имела место быть, то наш социум, он бы остался как в Советском Союзе, когда партия приходила и говорила, так вы в акцепках неправильно что-то делаете, живете, воспитываете, одеваетесь. Сейчас мы вас всему научим. Но такого, соответственно, не принято. Хорошо это или плохо, напишите в комментариях. Но на данный момент социум устроен именно так. Поэтому самая главная защита в подобной ситуации – это попытаться этим людям мягко и вежливо указать на то, что объективно мы, эта ситуация, конечно, является негативной, но мы не можем на нее повлиять. Поэтому и обсуждать как-либо данную ситуацию бессмысленно. А если мы перестанем обсуждать данную ситуацию, ну и, соответственно, она как-либо исчерпает себя. Просто до родителей, конечно, это отдельная тема, как доносить эту информацию до родителей. Но как-то доносить нужно, соответственно, в том плане, что они должны понять, что вы должны, по крайней мере, чтобы сохранить с ними четкие отношения и не развивать какие-то новые болезненные триггеры. Потому что обсуждение одной и той же ситуации, оно болезненно, да? То есть, допустим, мы обсуждаем постоянно про войну, но мы не можем на нее повлиять. Но мы по кругу запускаем этот триггер, мы по кругу запускаем этот флэшбэк, и постоянно обсуждая, мы постоянно травмируемся эмоционально, так или иначе. Поэтому из этого нужно выходить через эту ситуацию, путем того, что заканчивается обсуждение тех вещей, на которые мы не влияем, с которыми мы не взаимодействуем. Сергей, у меня такой вопрос, почему, когда в интимной близости я предлагаю парню включить массаж простаты в его сторону, он категорически отказывается, а когда в самый ответственный момент в этой близости, он мне как раз и предлагает это сделать. Почему такое расхождение? Ну, дело в том, что здесь, как все, мы не можем назвать подобный акт актом традиционного способа совокупления. По той причине, что все, что традиционно, оно описано в учебниках, и так или иначе оно, так скажем, ориентируется на воспроизведение максимальное, да, воспроизведение потомства, а все, что экзотически как-то намешано при помощи головы, неважно, это массажи, полет на самолете, или там, я не знаю, еще что-то, то получается, что это уже такая форма девиации. То есть девиация, это не обязательно, да, тут опять же критерии спектра работают, то есть не обязательно девиация это то, что мы тыкаем иголками друг к другу, как в жестком каком-нибудь БДСМе, или делаем какие-то жесткие вещи, ну, это может быть вот какой-то такой массаж, вот, но тем не менее все девиации из-за того, что они очень часто идут погранично с вот этим БДСМом, очень часто ситуация в том, что мы либо подавляем, либо нас подавляют, либо мы кого-то подавляем. И об этом сложно человеку, конечно же, признаться, да, то есть он не работает с психологом, ему сложно доносить свои желания. И, конечно, чем больше он гормонально накачан, да, в момент возбуждения, тем больше он расслаблен в этом плане, да, в каком-то эротическом и может озвучиться желания. И когда он не сильно возбужден, конечно, ему сложнее говорить о его желаниях. И если вы можете с партнером договориться о том, что вы честно, искренне и с друг дружкой делитесь своими даже очень экзотическими желаниями, какими-то там экзотическими массажами, то значит у вас хорошее доверие. А если партнер с трудом признается в самый пик своей эротической активности, это говорит о том, что у вас еще не налажено полностью доверие, и эти моменты нужно прорабатывать, конечно же, разумеется. Естественно, такой человек будет бояться осуждения. И, ну, возможно, вы где-то его в жизни осуждаете, это способ задуматься, да. Может быть, где-то в быту он подвергается, ну, какому-то осуждению от вас, давлению, может быть, дело все в этом. То есть вопрос, почему у вас не налажено доверие, почему человек может только, так скажем, максимально заряженной психикой позволить себе максимально раскрыться. Так что это скорее вопрос не к нему, а вопрос к вам. В моей половой жизни есть проблема. Во время интимной близости с моим парнем у него вялый член, меня это не устраивает. И в первые близости я относилась к этому лояльно. Но в последующие разы это продолжалось, и он ничего с этим не делал. И в итоге решить эту проблему, а для меня эта проблема взялась я, и через две недели я предложила ему принять эль-аргинин. И после этого наполненность члена меня начала устраивать, и стало все прекрасно. Но меня заботит то, что именно я решила эту проблему, а не он. И меня раздражает, почему я должна решать его проблему. Это, наверное, самая распространенная тема, самая распространенная жалоба, как люди к нам попадают в клинику. То есть они приходят, и каждая фактически женщина либо приводит за руку своего мужчину, либо, соответственно, вообще говорит, вот доктор, напишите мне здесь анализы, какие надо, он сдаст. И, соответственно, может быть тогда увидит на бумаге, что у него там, допустим, какого-нибудь тестостерона мало. Я его затащу, потому что он отказывается. И здесь, как я говорил, всегда стык эндокринологии и психологии. То есть эндокринология, ну, в случае, соответственно, в нашем случае, заниженный тестостерон, заниженный ЛГФСГ, возможно, какие-то другие эндокринные проблемы, они человека делают более пассивным. Человеку сложно принимать какие-то решения. Он менее активный становится, он становится, соответственно, более депрессивным и так далее. Особенно, если уже эстрогены начали расти. А вялый член, это, как правило, всегда и высокий уровень эстрогенов. Вот. И, конечно же, в таком случае тут нужно понять, что у нас перед нами человек не в стандартном его отношении. Это как, если бы ваш мужчина заболел гриппом, да, а вы на него обижались и говорили, я решаю его проблемы, вот у него сейчас температура и так далее. Ну, если вы выбрали мужчину этого, значит, вы его любите за какие-то, ну, различные другие качества, да, и вы согласились быть с ним вместе. А эта проблема, она же, ну, нужно осознать, что она носит эпизодический характер. Я думаю, что, ну, наверное, 90% людей, которые приходили ко мне, они ее решали, как-то стукивались до своих партнеров. Такое бывает, кстати, и женщин, да, только с низким либидо выражается чаще всего. И все это решаемо. Просто вопрос, а насколько вам нужен этот партнер. Если вы человека действительно любите, то не будет стоять вопросов, а я перетрудился, я этого сделал больше, почему я должен решать за него эти проблемы. Не будет этих весов, не будет этого взвешивания. Ты мне, а я тебе ровно столько же, вот сколько и мне, и никак по-другому. В каком-то смысле все все прекрасно понимают, и каждый день он что-то делает для вас, и вы что-то делаете для него. И в этом смысл здоровых отношений. А если вы каждый день только и считаете, где вы переплатили, где вы перетрудились, ну, тут уже опять же вопрос к вам, либо ваш ли этот партнер, и вопрос, а проработали ли вы в себе какие-то вещи. Если у вас страхи всегда переоддать что-то партнеру. Может быть, это просто ваш внутренний жадненький ребенок у вас говорит. Но это тема другого выпуска. Мой парень задал мне вопрос, не буду ли я его использовать. Я сначала не поняла, что он имеет в виду, и спросила, а что ты подразумеваешь под использованием. Он сказал мне, что не знаю. И меня это смутило. Откуда тогда я знаю. И я это интерпретировала так, что он имел в виду, не используй меня в финансовом плане, у меня не денег, я тебе их не дам. А в чем вопрос? Вопрос, что он имел в виду? Здесь каждый человек, в зависимости от психотипа, даже сейчас я думаю, что могут... Давайте проведем вместе со зрителями эксперимент, раз нас люди смотрят. Вот каждый может написать свое мнение. В зависимости от психотипа, я думаю, что мы комментарии почитаем, это мнение будет у всех разное. И это очень важно понять, что каждый психотип внесет свою корректировку в этот смысл этих слов. Потому что, когда говорится, я не знаю, еще что-то, тут можно... Конечно же, любители нарциссов, они напишут про нарциссов, но тут может быть и тревожный человек, и шизоидный человек может сказать, я не знаю. Тем самым, то есть, что значит формулировка, я не знаю? Это, конечно, человек не знает. В глубине своего сознания он четко осознает свои страхи, но он не может вам признаться окончательно в них. Это то же самое, возвращаясь к сексуальным желаниям, когда мы обсуждали. У вас не налажено доверие. Человек испытывает страх быть использованным, возможно быть ненужным. По какой причине он боится вам об этом сказать? И здесь, значит, ну, чаще всего это очень раннее развитие отношений, как правило. И здесь либо это очень ранний этап развития отношений, и у вас все в будущем, надо просто налаживать взаимоотношения, надо разговаривать с друг другом, учиться слышать друг друга. Либо другая ситуация, что вы за пять лет не наладили эти доверительные отношения, и либо вы вдвоем сейчас примете, ну, так скажем, совместное решение работать над этим, да, процессом, либо вы, соответственно, ну, разойдете так или иначе, если вы уже пять-десять лет в таком недоверии находитесь. Вот. Поэтому тут либо вы принимаете решение работать над этим и работаете над этим в дальнейшем, либо, соответственно, ну, а какой смысл друг друга мучить? Исключением является только начальный этап отношений. Конечно, в начальном этапе отношений у человека могут возникать страхи, но он еще до конца не доверился вам, не раскрылся. И вы можете подозревать финансовую сторону, он может подозревать все, что угодно. Он может просто бояться, что, там, его мама в детстве бросила условно или еще что-то, и что вы поступите так же. И в его понимании это будет называться словом использовала или еще как-то. То есть у людей бывает так, что, когда мы с вами разговариваем, мы должны договориться о совместных понятиях, да. Мы должны договориться, что вот этот вот предмет, который мы наливаем воду, мы будем называть, там, кружкой, да, условно, вот. Иначе человек, может быть, общался в другом социуме, да, и для него это будет не кружка, а какой-нибудь стакан, чашка, тарелка, там, еще что-то, вот. Пьяла, вот у меня была подруга, она пьяла называла, вот. Вот. И то же самое, когда мы говорим о чувствах. Люди могут формулировать отношения к своим чувствам по-разному. Поэтому здесь нужно наладить сначала доверительные отношения и постараться все же услышать вашего партнера, прежде чем делать ранние выводы. У моей мамы в шкафу два года стоял молотый кофе, и она его не использовала. Потом я попросила у нее этот кофе, да, она мне дала его, но часть себе все равно оставила. И при этом даже через какое-то время она его не выпила. Она поступила как нарцисс? Ну, тут очень популярно искать, соответственно, везде нарциссов на сегодняшний день в интернете. И да, действительно, наше общество, оно крайне нарциссировано само по себе. И в любом случае, даже если в людях есть какие-то нарциссические черты, и мы это рассматриваем в плане психотипа, мы не рассматриваем это в плане, ну, знаете, как нарциссизм по книжке, когда это уже какое-либо заболевание. Это бывает редко, да, я уже говорил, когда это переходит в какой-то, ну, такой вот патологический прям, соответственно, эффект. Здесь все равно будет какой-то еще психотип наложен. То есть это не чистый нарциссизм по-любому. И вопрос вот этой вот специфической, бывает даже несколько возрастной жадности у этого поколения, он еще и о том, что люди росли в такой среде, когда нужно было аккумулировать и накапливать даже маленькие ресурсы. То есть ситуация была в советское время осложнена не только тем, что не было возможности денег заработать, с этим тоже, безусловно, были проблемы, но и не было возможности их потратить. И наши бабушки, да, у кого-то еще, даже еще и мамы, они помнят вот этот страх, да, когда вспомните, может быть, меня кто-то смотрит возрастной, может быть, вы застали, например, вот эти полки пустые в магазинах. Вы можете найти на ютубе много видео того времени, где есть эти полки пустые в магазинах. И отсюда может, конечно, проистекать психотравма потом, что люди, соответственно, они будут бояться полностью расходовать какой-то ресурс. Они всегда чуточку как бы оставляют на потом. Возможно, даже тебе также отдать этот кофе, с тобой также им поделиться, но не сразу, чтобы чуть-чуть осталось. И это уже вложен этот страх в подсознание. И, как правило, с возрастом он, вот эта психотравма, она делает нас все более нелогичными, да, наши поступки. И с родителями ничего не надо делать, то есть это уже люди, которые, так скажем, отвоевали. Они уже закончили социальную гонку. То есть это уже тот возраст, когда, так скажем, им нужно просто максимально комфортно прожить их жизнь на пенсии, да. И наша задача с родителями – это максимально устроить им комфортную жизнь, насколько мы можем. И, может быть, без нас, если у нас не получается, да, с ними наладится отношение, и мы вызываем, ну, только конфликт усугубляем, да, своим присутствием. Такие отношения сложные тоже бывают с родителями. Или наоборот, то есть своим присутствием и своими делами, если родители нас допускают в свою жизнь, обеспечить им наиболее комфортное существование. Ни в коем случае не устраивая с ними игры или какую-то вот эту тайную войну, не высказывая им каких-то претензий. Даже если родитель нарцисс, ну, нужно вот эти какие-то, может быть, даже манипуляции, которые будут во благо него, да, соответственно, ну, тоже кофе, чтобы он не боялся, пил, может, ему целую банку принести, да, чтобы он уже не боялся, его не прятал никуда. Потому что у пожилых действительно такое даже в форме расстройств встречается, с возрастом начинают прятать вещи. Вот. Вот эти вот различные моменты бывают. Но вернемся к вопросу. Наша задача не всегда искать нарциссизм. Ну, как скажем, наша задача смотреть на ситуацию сверху и понимать, что если человек получил такую психотравму, скорее всего, он прожил сложную жизнь. И, может быть, мы можем что-то сделать в случае, если это наш родственник, что-то сделать, чтобы сегодня сделать его жизнь не такой сложной, как-то ее облегчить. А если это чужой человек для нас, ну, он может идти лесом своей жизнью. Это совершенно другой вопрос. Так что, на мой взгляд, здесь ничего не нужно делать и ничего не нужно искать. Кроме того, что, соответственно, на себя не принимать все, так скажем, девиантное все это поведение, которое с возрастом каждого пожилого человека может коснуться. И вас в том числе. Потому что девиантная форма поведения, она не направлена агрессией конкретно на вас. Она, как правило, просто встречается ввиду уже возрастных изменений в мозге. Например, я могу сказать, что мне очень часто приносят МРТ мозга, и у людей в 40 лет уже находятся структурные изменения, которые не вылечить на сегодняшний день никак. Какие-нибудь энцефалопатии, еще что-нибудь там обязательно найдут. И, как правило, это никак не меняется. Это, естественно, сказывается на, соответственно, психике. Это сказывается на, в первую очередь, состоянии человека нестабильным психологическим. Такие люди очень часто обладают акцентуациями некими. У них нейропластичность очень сильно страдает. И это, понимаете, если это какие-нибудь энцефалопатии или еще что-нибудь, это уже не тот уровень, да, где нужно манипулировать, применять НЛП и еще что-то. Это уровень, скорее, уже близкий к постоянному уходу за пациентом. То есть нужно смириться с этим, особенно с родителями, что дальше такая ситуация, она может еще ухудшиться еще больше. Не нужно от этого травмироваться психологически. Нужно понять, что у вас родственник уже чуточку нездоров. Скорее всего, есть возрастные изменения в мозге. И нужно воспринять это как просто, ну, вы же не обижайтесь на детей. Так же не обижаться на пожилых. Вот и все. Еще у меня такой вопрос. Мои родители заболели ковидом. Я взяла ответственность за их здоровье, начала их лечить, в том числе от ковида и последствий от него. И загнала их в жесткие рамки. Ну, то есть они должны были сдавать много анализов, проходить различные МРТ. И вместе с этим для них это было накладно в том плане, что им нужно было куда-то ездить. Они начинали нервничать, они ждали врача и так далее. И у меня сложилось впечатление, что я проявляю к ним пассивную агрессию, потому что я боюсь их потерять. Является ли это пассивной агрессией в их сторону? И наношу ли я им тем самым травму? И как мне к этому относиться? Ну, на самом деле это стандартная ситуация. Вот. И очень-очень много тоже к нам в клинику приводят своих родителей. И даже как бы видно, что конфликтная ситуация из-за этого часто на грани происходит. Здесь нужно понимать, если вы заботитесь, это уже не агрессия. А как это воспринимают ваши родители, это уже вопрос проработки подачи информации. Мы можем совершенно простую информацию подать агрессивно. Вот недавно у меня был случай на ютубе. Человек сначала пишет какие-то комментарии исключительно негативного характера, а потом мне же пишет, когда я его блокирую, пишет с других аккаунтов, что я все не так понял и что он все не так понял. То есть здесь вопрос в изначальном попытке донесения информации не на твоем языке, да, не путем какой-то, ну, навязывания, а путем, может быть, какого-то мотивирования, да. Может быть, если мы человеку донесем, что многие пожилые как рассуждают, я не хочу долго жить, но мы можем пожилому человеку донести, что ты от этого будешь жить не дольше, но очень качественно, если мы тебя сейчас пролечим. Потому что если мы тебя не будем лечить, ты можешь 10 лет пролежать с пролежними и какаться под себя и сикаться, а если мы тебя подлечим, то ты будешь сам гулять, сам одеваться, сам, соответственно, сходить в туалет, вот, без помощи посторонних, и это будет более высокий уровень жизни, твоего существования. То есть вопрос не в том, как долго ты проживешь, а с каким качеством ты проживешь. Потому что, конечно, нам хочется, мы всегда транслируем свои желания, да, нам хочется, чтобы наши близкие были рядом долго. А они с возрастом уходят в такое депрессивное существование, и вроде как, ну, такие устремления и высказывания, что вот даже у некоторых, некоторые озвучат желание этой смерти, да, вот. Но это все отдельный разговор, отдельного выпуска, почему так происходит. Здесь важно понять, что мы можем применять и аргументировать, так скажем, свои побуждения по-разному, чтобы привести человека к одинаковому результату. Ну, например, если мы хотим, чтобы он лечился, пробовать и пробовать разные психологические подходы к нему. И ни в коем случае это не будет никакой пассивной агрессией. Просто, конечно, конфликты очень часто возникают, потому что мы сообщаем человеку исключительно на своем языке свои умозаключения, не пытаясь донести до человека на его языке, на уровне его желаний, на уровне его видения мира, ну, свое какое-то видение. И чем ближе родственник, тем, конечно же, сложнее это донести и сложнее это сделать. Поэтому, да, очень часто в таких случаях прибегают к помощи психологов, врачей, потому что врач или психолог, он является таким буфером. И вас даже могут не послушать, но врача или психолога зачастую слушают. Ну, пожилые, конечно, склонны доверять врачам больше. И пожилой человек может действительно послушать к врачу. Если вы его довели, так скажем, хоть один раз, дальше он может уже прислушаться. А ваше мнение не авторитетно, как правило. Ну, вот так сложилось, особенно у советских детей. Как-то так. Дорогие друзья, я очень рад, что вы смотрели меня. Обязательно напишите мне в комментариях, как вам новый формат выпуска. Я думаю, что, по крайней мере, я пока не очень часто смогу делать такие выпуски, куда-то выбираться мне очень сложно. Но, если вам очень понравится, если вы поделитесь с этим видео с друзьями, я, конечно же, буду более активно снимать. Также я запишу подробный выпуск с вашими, с ответами на ваши комментарии, на ваши вопросы. Поэтому пишите, пожалуйста, внизу. Не стесняйтесь. И в своих ответах я буду ориентироваться пока исключительно только на это видео. Поэтому не обижайтесь на меня, если я не сделал видео-ответ из других видео. Пока на другие видео я отвечаю в формате текста. А на вопросы под этим видео я обязательно сделаю видео-ответ в видео формате. Спасибо за то, что смотрели меня. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И да пребудет с вами здоровья.